Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Сезон повышенной пожароопасности. Как обогреть помещение правильно? Не умеешь – научим, не захочешь – отстраним. Пляж Анапы передадут под контроль рачительных хозяев. И хлеб и зрелище. В Анапе на улице Самбурово перевернулась хлебовозка. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. С 15 октября в жилых домах и многоэтажках станет тепло. А пока анапчане включают бытовые электроприборы для обогрева, игнорируя сообщения, предупреждения и правила пожарной безопасности. К чему может привести и уже привела такая беспечность, расскажет Вадим Родин. В ночь на 13 октября в огне погиб двухлетний ребенок. Загорелся один из деревянных домиков на территории летнего лагеря «Звездный» Федерального детского оздоровительно-образовательного центра «Смена». По официальным данным, в домике никто не проживал. Он был закрыт на консервацию. Мать оставила малыша дома одного. А чтобы он не замерз, оставила включенным обогреватель. Через некоторое время охранник центра увидел, что строение загорелось и вызвал спасателей. О том, что в доме находится ребенок, стало известно, когда вернулась его мать. Спасти мальчика не удалось. В момент пожара лагерь не работал, а в городке официально никто не проживает. Сейчас решается вопрос о его сносе. Деревянное строение сгорело почти мгновенно. Пожарным едва удалось спасти от огня соседнюю постройку. Подобные случаи уже были. В 2008 году в станице Гостогаевской при пожаре погибли две девочки. Уложив детей спать, женщина ушла в магазин. Короткое замыкание стало причиной пожара. В том же 2008 году погиб мальчик-инвалид в хуторе «Вестник». Его также оставили одного в квартире. Пожар возник от горящей свечи. Будьте внимательны и не оставляйте детей без присмотра ни на минуту. И сегодня авария на перекрестке улиц Самбурово и Красноармейской притормозила движение в двух направлениях. Перевернулся грузовик-хлебовоз. Один из участников аварии – водитель «Газели», двигавшийся по улице Самбурово, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток. Оба водителя, понимая, что столкновение неизбежно, попытались увезти автомобили в стороны. В результате «Лада Приора» припарковалась в сосну на газоне, а «Газель» от резкого маневра водителя оказалась на боку. К счастью, пешеходов на перекрестке в момент аварии не было. Пострадавших нет. Этот перекресток уже давно прославился авариями. Жители углового дома даже установили специальные отбойники, устав восстанавливать фасад дома. «Газель» оказалась груженой хлебом. Груз доставят в места доставки вовремя. Хлеб перегрузили в подъехавший на помощь автомобиль. Готовность к отопительному сезону, перераспределение обязанностей по уходу за пляжами и итоги соцопроса, довольны ли жители сельских округов главами администрации. Оказалось, не все о высоких и низких рейтингах популярности глав среди населения говорили на планерном совещании в администрации. С 1 по 4 октября намчане отвечали на вопросы руководителях администрации сельских округов. На первом месте по рейтингу доверия и одобрения населением глава Благовещенского сельского округа. На втором глава Гайкадзорского – бронза доверия у главы Витязевского сельского округа. Жители Гастагаевского, Анапского, Приморского округов видят недостатки в работе глав. А в Джигинском главе просто не доверяют. Сергей Сергеев подтвердил свое отношение к работе конкретным примером. За неделю специалисты не зафиксировали ни одного нарушения по детскому закону 1539. В отчете на планерке сразу после замечания 4 фамилии. Сергей Сергеев усомнился в честности отчета и распорядился провести служебную проверку. Сотрудники миграционной службы провели 7 проверок на подведомственном их управлению поле. По итогам составили 12 протоколов. Троих граждан Узбекистана выдворили из страны. Россиян, нарушивших закон, предоставивших место для проживания или заведомо ложную информацию, оштрафовали. Один из штрафов на юридическое лицо – 800 тысяч рублей. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина запланировала провести три совещания. По инвестиционным проектам содействую им и по заявкам на размещение муниципального заказа. Кто понадобил у нас выдать разрешение на строительство, вообще не молча, на вот это заправка плана. Прокуратура. Предупредили нас об уголовной ответственности за невыдачу разрешения. Да? Неправо данное. Рядом человек тоже имеет землю для строительства малых гостиниц. Мы ему не выдаем сегодня как от плана. Мотивируя тем же. Напишите за моей подписью запрос в прокуратуру. Проведите аналогию. Тут АЗС. Да? Как нам быть? Запрос. И пусть он напишет мне или они, что вы обязаны выделить здесь. И когда природоохранная прокуратура и комиссия высокая спросят, на каком основании плана их это построить? Почему отсыпано? Почему построено? Создайте письма. Вам помню. На предстоящей неделе специалисты управления торговлей и сотрудники ГИБДД разработают план схему расположения 400 нестационарных торговых точек. И распоряжением мэра Сергея Сергеева, хозяева участка пляжа на первом проезде ДжМТ, лишаются права продления аренды территории. С таким хамством давно не приходилось встречаться. Все. Те арендаторы уходят насовсем. Я не хочу их здесь видеть. Не хотят работать. После себя не убирают. Оставляют этого уросла на пляже. Я такого не видел, как я увидел в первом проходе. Не видел в жизни. Я даже не представлял. На свалке порядка больше. На свалке ты был. И у нас есть специализированная организация, которая себя показала с хорошей стороны. Передаем. И пусть это потом бляшут, скачут и так далее. Подробности отопительного сезона, подготовка 63 котельных и запас альтернативным топливом – контрольный вопрос в отчете заместителя мэра Анапы Алексея Харитонова. 5 октября некоторые котельные заработали для подачи тепла в детские садики и жилые дома по заявкам управляющих компаний и ТСЖ. С 15 октября, то есть во вторник, тепло подадут во все квартиры анапчан. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Выходные дни в Москве обозначились большим межнациональным конфликтом. Накануне, в пятницу, в Анапе провели совместное заседание Общественного совета и комиссии по межнациональным отношениям. Обсудили вопросы межнационального согласия. В заседании приняли участие представители учебных заведений города, сельских округов, координаторы ТОС, лидеры национальных диаспор. Алина Гумерова продолжит тему. Открыли заседание торжественно из поздравления. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин вручил медаль Марии Мамыкиной за вклад в развитие местного самоуправления. Стаж работы на благо города более 30 лет. Когда я пришла сюда 30 лет назад на работу, мои учителя сказали мне самое главное. Работай честно, работать профессионально, так, чтобы тебе не было стыдно жить в этом городе. Мне кажется, я с этой задачей справилась. Численность населения города на 1 января 2013 года составляла 159 880 человек. По сравнению с данными переписи 2002 года, население увеличилось более чем на 20 тысяч. Увеличение произошло в основном за счет миграционных процессов. На территории Анапы сейчас проживают представители 86 национальностей. Поэтому особенно важно сохранять баланс добрососедских отношений. Особое внимание, по словам заместителя мэра Сергея Козлова, необходимо уделить работе с молодежью. Сейчас разрабатываются и действуют муниципальные программы, направленные на сближение молодежи разных национальностей. С докладом выступил начальник управления по обеспечению деятельности администрации Валерий Королев. Специалисты администрации, актив национальных культурных объединений и сотрудники правоохранительных органов проводят профилактику конфликтных ситуаций на межнациональной почве. В соответствии с поручением главы муниципального образования Сергея Сергеева, летом был проведен социологический опрос среди населения по вопросам межнациональных отношений. Среди опрошенных всего 5,7% респондентов заявили, что затрудняется ответить о наличии конфликтов на национальной почве, что можно говорить о максимально возможном участии или тотальной содружености граждан, какими вопросами. Показатель отсутствия конфликтов на национальной почве равен 43,6% не дает оптимистического прогноза. При 35,7% вот от называемого редкого присутствия прогнозов и почти 13% признающих, что конфликты происходят часто. В сумме получается 48,7%. Исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи Владимир Тельнюк доложил о профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. Систематическую работу в этом направлении проводят в Центре патриотического воспитания молодежи Ратмир и в Молодежном центре 21 век. Ежемесячно проводятся совещания с руководителями подростково-молодежных, военно-спортивных и военно-патриотических клубов, где обсуждают вопросы толерантности и межэтнического согласия среди молодежи с показом презентации фильмов и видеороликов. За период с января 2011 года, по 10 октября 2013 года, было проведено 108 мероприятий, направленных на профилактику этнического экстремизма. И эти мероприятия посетило 38,727 человек. Один из методов профилактики экстремизма в молодежной среде – альтернативные занятия. Например, спорт, туризм и активный отдых. За 2011 года было проведено 197 спортивных и туристских мероприятий. В них приняли участие более 40 тысяч молодых людей. На заседании выработали решение увеличить число мероприятий, объединяющих представителей разных национальностей, конфессий, неформальных групп, активнее пропагандировать этническую толерантность и гармоничные межнациональные отношения среди жителей города-курорта Анапа. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа-регион. Несколько десятков человек выбрали здоровый образ жизни и саму жизнь. В Доме культуры Станицы Анапской обсудили меры профилактики наркомании, причины смертельно-опасной зависимости и альтернативу. К сторонникам выбора в пользу жизни присоединилась и наша съемочная группа. Диалог с общественностью будет очень полезен для членов антинаркотической комиссии, отметил заместитель главы города-курорта Сергей Козлов. Ведь, как показывает практика, жители Станицы могут знать, кто на дому устраивает наркопритон и у кого молодежь покупает пагубное зелье. В октябре этого года на телефон доверия наркоконтроля Анапы поступило 36 звонков. И только 7 из них не подтвердились. В третьем квартале текущего года выявлено наркоконтролем 53 преступления, связанные с законом наркотических средств. Из них 35 тяжких и особо тяжких, 16 совершенных группами, в том числе 32 связанные со сбытом наркотических средств, 17 с хранением наркотических средств. Наиболее значительным, по мнению сотрудников наркоконтроля, было преступление в январе этого года, когда в ходе рейда у жителя поселка Веселая Горка изъяли более 26 килограммов наркотических средств. Суд вынес решение – лишение свободы на 9 лет. Что же касается самой станицы Анапской, то с начала 2013 года зарегистрировано 42 преступления, связанных с хранением и распространением наркотиков. Были обнаружены марихуана 417 грамм, гашиш 22 грамма, амфетамин 2 грамма и 4 грамма психотропных веществ. С каждым годом все больше и больше пользуются спросом такие виды наркотиков, как спайсы. Товар на рынках и в сети интернет выглядит как соли для ванн, различные ароматизаторы. Их химический состав убивает организм не меньше, чем другие наркотические вещества. Сейчас количество анапчан, стоящих на учете в наркологическом кабинете, уменьшилось, но незначительно. В январе зарегистрирован 751 человек, в октябре – 724. О том, как ведется профилактическая работа среди подростков, отчитались педагоги 12 и 21 школ. Учителя стараются вовлечь учащихся в спорт, организуют туристические слеты, различные конкурсы творчески одаренных детей, развивают в области культуры и искусства. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анапа-регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке партнера программы салона-магазина подарков «Важная персона». Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важная персона. Важно, что ты есть. Анапа. Улица Ленина, 15. Важная персона. Важно, что ты есть. Во вторник, 15 октября, в Анапе синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. Температура воздуха днем 11-13, ночью до плюс 10 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 11 градусов тепла. Далее блок «Полезные информации» от партнера программы Торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова